Одним из самых часто задаваемых вопросов, касающихся иммерсивных ревербераторов, которые вы мне задаете, звучит так. Олег, а чем отличаются Stratus 3D от Symfony 3D? Они выглядят одинаково, наверное, и звучат одинаково. Сегодня мы об этом и поговорим, но прежде хочу напомнить, что новогодний календарь в этом году проходит в расширенном формате, подробности вы можете узнать, кликнув по подсказке, а также перейдя по ссылке в описании под видео. Сейчас на ваших экранах находятся оба прибора Stratus 3D и Symfony 3D. Что означает 3D? Это говорит нам о том, что эти ревербераторы мы можем использовать в иммерсивных форматах Dolby Atmos, Aura 3D и даже 22.2. На рынке это, пожалуй, самое доступное решение, которое поддерживает все основные иммерсивные форматы. Но поскольку наш основной интерес находится в поле Atmos, в нем мы и продолжим сегодня работать. Вы видите, что выбрана конфигурация Atmos 9.1.bet, поскольку эти ревербераторы загружены на Atmos.bet в моем проекте. И мы здесь можем переключиться между использованием Hard Center, то есть задействованием центрального канала, и можем переключиться на Phantom Center. Но я вам не рекомендую этого делать, потому что игнорирование центрального канала в Atmos чревато целой кучей неприятностей. Мы об этом уже неоднократно говорили. Теперь давайте посмотрим на графический интерфейс плагинов поподробнее. Мы видим, что отображение каналов выглядит абсолютно одинаково. Настройки времени затухания реверберации выглядят также очень похоже. Более того, фильтры и для входного сигнала, и для ранних, и для поздних отражений выглядят абсолютно одинаково, за исключением легких различий в цвете. Но здесь мы уже видим некоторые отличия. Для Symfony доступны дополнительные регуляторы модуляции и для ранних отражений, и для хвоста реверберации. Таким образом, мы понимаем, что Symfony — это тот ревербератор, который будет создавать более красящее, более искусственное звучание. И, скорее всего, он лучше подойдет для использования в музыкальных проектах. Более того, это дополнительно усугубляется наличием кнопки заморозки реверберации. То есть Symfony мы можем использовать и для саунд-дизайна, для креативных задач. В то время как в Stratus ничего этого нет. Это говорит о том, что Stratus — более консервативный прибор, и его основное предназначение — создание максимально естественного и незаметного пространства, которое мы не будем ассоциировать с какой-то вот особенной музыкальной, креативной, пышной реверберацией. А это будут такие пространства, которые мы встречаем в повседневности, что очень хорошо подходит для задач постпродакшена. Давайте посмотрим на другие параметры. В основном поле мы видим все самое обычное. Регулятор Mix, с помощью которого мы можем выставить соотношение между обработанным и необработанным сигналами. И для Symfony, и для Stratus здесь все одинаково. Регуляторы предзадержки, времени реверберации и регуляторы Trim, которые позволяют несколько отрегулировать громкость реверберации. И для одного, и для второго прибора мы можем активировать функцию Warp, которая несколько расширяет возможности получаемого звучания. Давайте перейдем во вкладку Warp здесь и и посмотрим. Нажимаем на кнопку и активируются все доступные параметры. В нашем распоряжении есть компрессор, овердрайв, а также биткрашер, который мы можем переключить в значение вплоть до 12 бит. Зачем это нужно? Дело в том, что шикарно звучащие ревербераторы прошлого были не очень продвинутыми машинами, но звучание, которое они создавали, я имею ввиду цифровые ревербераторы 80-х, многим очень нравится, и мне в том числе. Поэтому для эмуляции этого звучания нам нужно немного понизить битность, и тогда мы получим вот эту шершавость, вот эту дополнительную зернистость, которая часто очень хорошо пробивает сквозь микс. И чтобы задействовать эти возможности, нам, конечно же, придется активировать функцию ворб. В общем-то, мы нажимаем на кнопку ворб тогда, когда обычного качественного звучания реверба недостаточно, и его нужно несколько исказить, обогатить и чуть-чуть украсить. С этим пока все понятно. Выключим функции ворб и вернемся назад. Смотрим дальше. Чем еще отличаются Stratus 3D от Symphony 3D? Мы видим основные вкладки дополнительных расширенных параметров, и здесь также есть некоторые отличия. Параметры Reverb Tech, Reverb Tail, Early, Warp. Все абсолютно синхронно здесь. Main Balance, Top Balance, то есть баланс каналов основного беда и потолочных динамиков. Здесь также мы все можем дополнительно настроить, и никаких различий в этом смысле нет. Но вы видите, что в Symfony есть две дополнительные вкладки. Вкладка Chorus и вкладка Gate. Вкладка Chorus связана с дополнительными параметрами модуляции, о которых мы уже говорили ранее. И здесь мы можем правой кнопкой мыши активировать Rate, и вот смотрите, во вкладке Chorus это все изменяется. Шикарно добавили модуляцию, добавили скорости. То же самое здесь. Добавили модуляции, добавили скорости. Основные параметры Chorus мы можем отрегулировать здесь, увеличить глубину эффекта, и можем настроить алгоритм обработки. Доступно четыре варианта. Pitch, Pitch Fet, Random и Random Fet. Первый и третий говорят нам о том, что обработка будет происходить в одном направлении, изменяя Pitch или делая какие-то случайные настройки. В то же время как настройки Fet обозначают то, что обработка будет идти в оба направления. Что создаст более жирное, более массивное звучание на выходе. Таким образом, Chorus можем использовать для усиления, обогащения и создания более массивного, более привычного для музыкальных ревербераторов звучания. Более чем понятно. Уже даже сейчас мы с вами видим, что Stratus 3D и Symphony 3D это не одинаковые приборы. Несмотря на то, что многие параметры у них являются схожими или даже одинаковыми. Смотрим на следующую вкладку. Следующая вкладка – Gate. С ее помощью, очевидно, мы можем создать звучание гейтированной реверберации. Барабаны Фила Коллинса и все такое создается с помощью вот этих параметров. Здесь также, я думаю, особого смысла оставаться нет. Если вы хотите узнать более детально о всех возможных дополнительных настройках Stratus 3D и Symphony 3D, напишите об этом в комментариях, и мы посмотрим, что можно будет сделать в этом плане. А пока возвращаемся к основным настройкам. В поле Reverb Attack мы можем настроить поведение атаки реверберации. И здесь также есть некоторые отличия. Для Symphony у нас доступно 4 алгоритма – Plate Chamber Hall и Hall 2. Для Stratus также доступно 4 варианта, но они отличаются. Вместо 2-го Hall у нас есть 2-й Plate. Таким образом, уже и основные алгоритмы для ревербераторов являются разными. Более того, для второго Hall здесь, в вкладке Horus, мы можем настроить дополнительную модуляцию, дополнительное окрашивание или дополнительную модуляцию сигналов с помощью вот этих двух параметров, что делает гибкость настройки еще более впечатляющей. Возвращаемся к Reverb Attack. С основными параметрами здесь мы разобрались. Другие параметры вы можете изучить в мануале, или я расскажу о них немного позже. Сегодня мы слишком не углубляемся, потому что эти приборы очень сложные, и я не хочу создать впечатление, что ими невозможно пользоваться без степени доктора математических или физических наук. Это не так. Приборы простые, и все вот эти дополнительные настройки нам нужны в тех ситуациях, когда мы хотим чего-то большего. А так ревербераторы будут звучать отлично уже из коробки. Смотрим Reverb Tail. Здесь никаких особых сложностей мы можем настраивать. Размер реверба, затухание его, все как обычно. С помощью регулятора Width мы можем настроить ширину реверберации и для Stratus, и для Symfony. Но здесь есть интересные параметры, которые называются Tail Suppression, то есть подавление хвоста реверберации. Здесь мы можем сделать что-то типа ducking, то есть когда будет звучать сигнал, мы сможем продавливать на его основе хвост, а потом, когда сигнал будет переставать звучать, хвост будет несколько восстанавливаться. Это очень хорошо для подчеркивания или растягивания звучания во времени, когда есть какие-то пустоты в аранжировке, и нужно их заполнить ревербератором, при этом не засоряя звучание, собственно, тех инструментов, которые мы обрабатываем. Я вам еще покажу сегодня, как это работает, но пока мы можем двигаться дальше. Настройки ранних отражений. Здесь также ничего необычного. Можем выбрать паттерн ранних отражений, можем настроить плотность ранних отражений. В общем, ничего сложного. Но что отличает 3D ревербераторы от обычных ревербераторов? Вот этот регулятор Surround. Он нам говорит о том, что ранние отражения будут распространяться по всем каналам. Они только будут звучать на фронтах, и потом какие-то отзвуки будут сзади. То есть 3D ревербераторы Exponential Audio, которые сейчас являются частью компании iZotop, являются истинными иммерсивными ревербераторами, а не просто какими-то подделками или подделками под иммерсивную реверберацию. То же самое и здесь. Для Stratus мы также можем настроить паттерн ранних отражений, все отрегулировать, сделать так, как нам нужно. В общем-то, настройки очень и очень гибкие. С основными параметрами мы разобрались, но когда вы откроете эти ревербераторы, вы вряд ли будете сразу же копаться в настройках, что-то там твикать, подстраивать. Первое, на что вы обратите внимание, это меню пресетов. И здесь вы сразу заметите колоссальную разницу между двумя приборами. Давайте посмотрим на ключевые слова для Stratus. И здесь мы видим exterior, видим live recording. эти ключевые слова говорят нам о том, что этот ревербератор должен использоваться в первую очередь для постпродакшена. Ну а ключевое слово city spaces не оставляет нам никаких шансов усомниться в этой мысли. Теперь посмотрим на ключевые слова, доступные для Symphony 3D. Здесь есть такие варианты, как gated, chorus, freeze. То есть здесь мы уже видим, что есть некоторая креативность, есть что-то дополнительное, что-то, что отличает обычные ревербераторы для постпродакшена от продвинутых музыкальных ревербераторов. Посмотрим на пресеты. Когда я открываю пресеты, список просто феноменально огромный. С этим разобраться практически нереально. Но не спешите. Мы можем использовать дополнительные ключевые слова для того, чтобы найти то, что нам нужно. Сейчас я вам покажу, как это работает. Мы послушаем, как звучит Symphony на дорожке флейты. Но для начала послушаем аудиоматериал. Хорошо, послушаем флейту отдельно. Теперь открываем ревербератор для флейты и смотрим, что предлагает плагин по умолчанию. Довольно неплохо. Давайте сразу добавим модуляции здесь. Сделаем побольше скорость модуляции. Немного подстроим и здесь. Давайте еще и битность понизим. Модуляция работает. И вот сейчас я заморозил реверберацию. И мы слышим, что хвост продолжает звучать. Шикарно. Выключили. Теперь никакого звука нет. Но это пресет по умолчанию. Давайте теперь откроем поле пресетов. И, например, я хочу получить large звук. Мне нужен hall. Я хочу, чтобы звук был, например, темным. Поэтому пишем dark. И мне нужен широкий звук. Поэтому я попробую исключить настройки narrow. То есть узкую реверберацию. Вы видите, что мы используем обычные процедуры. Плюс, минус. Плюс то, что нам нужно. Минус то, что нам не нужно. Нажимаем enter. И смотрим, что ревербератор предложил нам 52 пресета. 52 пресета это намного лучше, чем 1000 пресетов. И теперь мы можем спокойно переключаться между ними. Давайте слушать. Чтобы переключаться быстро, мы можем использовать клавиши влево-вправо на клавиатуре. И тем самым не задействовать мышку. Включаем воспроизведение и слушаем. Сделаем реверберацию погромче. Мне нравится вот это звучание. Флейта становится более объемной. И теперь мы задействуем кое-что другое. Я сейчас переключусь во вкладку Reverb Tail. И мы добавим Suppression. То есть мы добавим подавление или Ducking. Сделаем, например, на 9 дБ. И в качестве ключевого источника используем входной сигнал. Хорошо. Слушаем теперь. Увеличим время реверберации, чтобы было более заметно. Выключаем. Намного больше реверберации на фоне. А когда мы добавляем подавление, звук флейты становится более чистым. А хвост появляется несколько позже. Но заметьте, насколько тонко и мягко звучит этот ревербератор. Я обычно использую и Symfony и Stratus в тех ситуациях, когда мне нужно получить хорошее звучание пространства, но при этом, чтобы не было ощущения, что в миксе появился ревербер. Даже когда я добавляю модуляцию в Symfony, этот прибор все равно звучит чисто, мягко, прозрачно и не засоряет звуковую картину, что очень хорошо. Теперь давайте послушаем, как звучит Symfony и Stratus на барабанах, и вы поймете, почему Stratus намного более консервативный прибор. Сейчас мы слышали, как я добавил Stratus, но Large Neutral Hall слишком большая тема, поэтому давайте попробуем что-нибудь попроще. Выберем Tiny Live Spaces. Попробуем что-нибудь простое. Например, Let's Hide in Here. Реверберация очень естественная и, как вроде бы, даже отсутствующая. Если бы мы не знали, что я добавил реверберацию, можно было бы сказать, что мы слышим вполне сырое звучание. Но давайте теперь сравним до обработки и после. А сейчас реально слышно. Я добавляю реверберацию, но она очень незаметная. И когда мы подмешаем ее совсем чуть-чуть, мы просто получаем естественный отклик помещения. Без прикрас, без дополнительных украшений. Простая, хорошая, качественная, но максимально незаметная нейтральная реверберация. В то же время, когда мы активируем Symfony, давайте так и сделаем. И здесь тоже выберем, например, Tiny Live Spaces. И попробуем Gated Family Room. До обработки. Этот ревербератор уже кажется более заметным. Давайте теперь выберем в списке что-нибудь, что будет лучше соответствовать барабанам. 34 пресета. Давайте попробуем Medium Drum Plate. Неплохо. Симпатично. Достаточно близкое звучание. И немного добавим Tail Suppression. Супер. Уменьшу количество реверберации. И послушаем в миксе вместе с Flate и всеми остальными инструментами. Очень аккуратная, приятная, незаметная реверберация. Но вы можете задаться вопросом, но ее совершенно не слышно. Давайте послушаем до обработки и после. А теперь все намного более интересно. Когда я включил реверберацию, пространство немного расширилось, но при этом мы никак не исказили оригинальный тембр инструментов. С этим и Stratus 3D, и Symfony 3D справляются просто на отлично. Что ж, ребята, если вы ищете хороший иммерсивный ревербератор, который работает во всех основных форматах Dolby Atmos, Aura 3D, 22.2, посмотрите на Stratus и на Symfony. Если вы больше занимаетесь задачами постпродакшена, тогда Stratus ваш выбор. Если вы больше работаете с музыкой, тогда есть смысл обратить свое внимание на Symfony. Стоит ли иметь оба этих прибора в своем распоряжении? Я думаю, да. А что думаете вы? Напишите свои мысли и соображения в комментариях. А пока большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку. Субтитры сделал DimaTorzok